Ну что, друзья, всем привет! Меня зовут Тайна НЛО. Ну что, начнем с того, что я хотел вам рассказать. Есть множество интересных тайн и приключений, но вы, наверное, не поверите мне, потому что есть моменты, которые вас, наверное, не интересуют. Но давайте подписывайтесь, самое главное, и не забывайте ставить лайк. Начнем с того, что наше путешествие заключается в том, чтобы вам показывать и рассказывать. Есть множество тайн, есть множество секретов, которые от нас скрывают. Но люди, которые нас смотрят удивленно, и они думают, что это не так. Нет, друзья, все это так. Просто множество событий, которые на самом деле происходят, никто не хочет даже оправдывать эту ситуацию. Но, как я, друзья, вам сейчас расскажу. Есть множество тайн, которые мы рассказываем, показываем и даже доказываем. Есть множество тайных баз. Да, их очень много. Где мы не были, это на Алтае, на Урале, на Кавказе. Там всегда были военные. Но самое интересное, что у каждой военной структуры есть свои зоны. Вот, например, мы были на Урале, там зона оранжевая. Были на Алтае зона красная. На Кавказе зона красная. Я сперва думал, что это может быть. А вспомните историю про группу Дятловых. Там же, в Капустин-Яр, случилось нечто страшное. Никто даже сейчас не может оправдать ту ситуацию, которая случилась, друзья. Но на самом деле оно случилось. Сегодня мы разбираем множество тайн, которые, друзья, происходят. Эти тайны будут происходить постоянно. В технологическом, в необычном и даже странном месте. Но есть то, что тяжело объяснить. Как это объяснить, если та ситуация, которая на самом деле происходит, в очень необычном формате? Лично мое мнение, друзья, не хочется и никак, друзья, не берет в те события, которые у нас происходят. В технологии, в необычном формате события или что-то еще происходят. Но не так давно мы были в необычном месте. Мы снимали, рассказывали про наши события. И даже мы показывали видеосюжеты. И вот случилось нечто необычное. Да, это случилось с нами. Я много раз, друзья, даже не верил, даже не предполагал о том, что может и коснуться нас. Но мы приехали в Кабардино-Болгарию. И там, друзья, случилось нечто. Все случилось так быстро, что мы даже не понимали, о чем идет речь. И технологически, в необычном формате, мы пытались снять множество интересных событий. И вот самый интересный момент, который случился. В 12.00 мы приехали, друзья, на очень интересное место. Это к фермеру, который происходили уникальные события. Пропадали бараны, пропадали кони, пропадали даже коровы. Да, это реально было. Он даже нам видео показал, как корова подлетала и исчезала. Ну, а это все происходило именно, когда приходил туман. И вот одним днем мы, когда приехали в 12.00 ночи, в час дня мы переговорились с этим фермером. И в 3.00, ближе к 4.00, происходит уникальное событие. Спускается туман. А мы как раз располагались так, что мы свои палатки расставили и начали просто отдыхать. Мы просто с ног валились из-за того, что нам было очень тяжело. Мы хотели спать. И вот случилось так, что я даже не мог представить. Приходит туман. А мы находимся как раз в эпицентре того, что вокруг нас туман. И мы слышим какие-то необычные звуки. Перед нами происходят какие-то необычные действия. То есть какие-то быстрые лапы, каких-то существ, я не знаю кого, просто перебегали. Потом мы видели необычные огни. Но это было только по событию, который нас вперед уходил. Мы видим странные, необычные, шарообразные, красного цвета огни. Они находились где-то метров 4 от земли. И они полетели в сторону фермера, где располагались бараны и другой скорбь. И мы видим, как в долине шарообразный огонек поднимает быка или корову. И просто растворяется. Я до этого момента не верил в исходящие там события, в объекты НЛО. Но то, что случилось, друзья, я честно был в шоке. Перед нами происходили уникальные моменты, которые даже тяжело сказать. Но это только полбеды. Через несколько лет мы приехали в этот необычный момент к фермеру. Мы с ним не созванивались, кстати. Решили приехать просто сделать сюрприз. Фермера не было, но нас встретил его племянник. Он тоже занимается там разводе скотином и так далее. И он рассказал, что три года назад его дядя просто-напросто потерялся, исчез. Его искали почти месяц и так не нашли. Ситуация в том, что, как его племянник рассказал, ему позвонил пастух, происходят какие-то аномальные явления, здесь что-то необычное. А у них были установлены камеры. И камеры все просто потухли. Он приехал туда и все. Сам пастух остался жив. Но по словам пастуха, как он рассказал о том, что хозяин просто-напросто подлетел и исчез. Ну, посчитали его ненормальным. Там начала экспертиза и так далее. Но потом его посадили в психбольницу и так далее. Но на самом деле он был прав, потому что мы видели тоже картину такую ужасающую. И вот мы приехали к этому фермеру, потом к племяннику. Он рассказал о том, что все прекратилось. Просто мгновенно. Просто как дядя исчез, все прекратилось. Я не знаю причину всего этого, но как племянник сказал, что дядя где-то в горах, в пещере, нашел что-то похожее на часы. Круглые такие, древние, как часы. А куда он их делал, неизвестно. И вот это все стало происходить. Это было в 2015 году он нашел. А все начало происходить в 2017, когда мы там были. Я не знаю, есть моменты, которые тяжело говорить, друзья. Но ситуация, конечно, была очень странная и страшная. Конечно, множество событий закрываются в каких-то там истории, в технологии или что-то еще. Если вам понравилось, друзья, эта история, то ставьте лайк, подписывайтесь. Я больше вам еще покажу интересных, необычных видеосюжетов. А сегодня я с вами прощаюсь, друзья. Спасибо за внимание.